Здравствуйте! В эфире программа технологии для бизнеса. С вами Юлия Марио и Ирина Фаер. А в гостях у нас Александр Журба, директор и партнер компании Генезис Капитал. Здравствуйте, Александр. Александр, поговорим об инвестициях. Я так понимаю, что ваша компания занимается инвестициями. Кого инвестируете, зачем? Наша концепция проста. Мы инвестируем технологические компании, то есть компании, которые имеют одним из конкурентных преимуществ своих некую технологию. То есть это либо нематериальные активы, либо интеллектуальная собственность, либо какие-то патенты. Мы видим в этом большую перспективу и ищем такие компании с хорошими и сильными командами. А как вы их находите, такие компании с хорошими и сильными командами? Хороший вопрос. На самом деле у нас по России где-то 600 источников проектов. Мы сотрудничаем практически со всеми научными центрами, инкубаторами, университетами, конкурсами, тусовками и прочее, прочее, прочее. Но основной канал, откуда приходят самые хорошие проекты, это личные связи, контакты от наших друзей, знакомых, знакомых, знакомых и так далее. Но эти контакты как-то же надо было наработать изначально. У вас на сайте написано, что у вас много инвесторов, много контактов, вы знакомите стартаперов с вашими инвесторами. А какие у вас предпочтения в плане выбора сферы? Во что инвестировать? Мы себя называем дженералистами, то есть мы не фокусируемся на какой-то отдельной сфере, в отличие от многих фондов, которые в России фокусируются, например, на IT-технологиях. Нам интересны просто сильные команды, которые сами являются специалистами в своих сферах и понимают, как строить, развивать и расширять бизнес в своей отрасли. Поэтому мы инвестируем и в IT, мы инвестируем в биотех, в новые материалы, в строительство, в энергетику. То есть везде, где можно построить хороший, конкурентный, быстро растущий бизнес с перспективой выхода на мировые рынки. И каков средний размер инвестиций? Ой, ну среднего у нас как такового нету. За последний год мы проинвестировали 15 компаний. Ну вот если брать на начальной стадии, на посевной. Ну я бы сказал так, что средний размер сделки где-то 250-400 тысяч долларов, но при этом мы можем инвестировать как 25 тысяч, так и миллион. То есть мы очень гибкие в этом отношении. Это из маленького фонда, а из большого фонда мы можем инвестировать до 20 миллионов и практически в любую компанию. Практически даже при IPO. Ну а какие критерии при отборе вот этих команд? Если, например, стартапер, да, человек, скажем так, какой-нибудь там студент, вот хочет он там открыть, не знаю, магазин или палатку, шурму изначально, да, что-нибудь. То есть это должно же быть акционерное общество уже, я так понимаю, к чему вы ведете его, чтобы потом... Ну смотрите, мы работаем с проектами от стадии идеи, то есть мы входим в компании даже когда еще нет юрлица, мы помогаем создать структуру, помогаем упаковаться, помогаем там сделать так, чтобы компания была интересна следующим инвесторам. Обычно мы это, скажем так, пакуем в иностранных компаниях, которые уже потом владеют операционными российскими компаниями. Ну в том числе мы можем войти и в ООО, и в ОАО, и как угодно. То есть это всего лишь механика, это не там критерий принятия решений. А если идей нет у человека, вот приходит, говорит, я хочу там начать очень бизнес. Помогите. Да, да, да. У меня есть силы, воля, все. Советуем что-нибудь, направляем там к кому-нибудь, у кого есть много идей, вот, и стараемся их как-то подружить. Но на самом деле, если человек адекватный, если у него там, в общем, все хорошо, то он как-то свои идеи уже какие-то сам имеет и старается их как-то развивать. То есть это не, ну, идей много, у людей мало. Александр, я так понимаю, вы инвестируете не только в российские, но и в иностранные компании? Да, мы смотрим компании по миру, но наша инвест-декларация, она подразумевает, что есть некое отношение к бывшему СССР. То есть либо люди отсюда, либо они там, компания отсюда, либо технологии отсюда. То есть, ну, скажем так, если кто-то там говорит по-русски, то это уже наш, в общем, наш объект для инвестиций. Ну, то есть СНГ входит, да? Да, да, да. А есть какая-то разница в том, как вести бизнес, например, в какой-то стране, сотрудничество СНГ, там, в Казахстане еще где-то и, например, в России? Есть, специфика, естественно, в каждой стране есть. Где-то там законы разные, налоги разные, специфика бизнеса. Ну, у каждой страны есть какие-то свои особенности, но мы надеемся на то, что каждый предприниматель, в общем, сам решит эти вопросы. И мы можем что-то подсказать, мы можем с кем-то познакомить, но задача все-таки сделать так, чтобы мы были такими помощниками, стратегическими партнерами, но не там, не строили за человека бизнес. Потому что иначе тогда, ну, смысл теряется. Ну, да, тогда, какой же он предприниматель вообще. А почему решили выбрать именно эту деятельность в бизнесе? Вы знаете, я начинал как предприниматель, у меня было несколько своих небольших проектов, потом мы с партнером построили небольшой интернет-холдинг. Но как-то мне не было интересно каждый день заниматься одним и тем же, когда ты приходишь, и все то же самое, эти овцы, которые потихоньку растут год от года. А в этом году у нас выручка выросла на 20%, ура, да. Было интересно, наверное, каждый день заниматься чем-то другим, но как-то в инвестициях в этом нашел себя. То есть вы творческий человек, можете сказать? Ну, да, можно так сказать. Ну, а вот давайте тогда поговорим про механизм. Прибыль-то из чего у вас складывается? Наша модель очень простая. Мы даем деньги компании, когда она находится на ранних этапах развития, получаем долю, затем компания вырастает, мы долю продаем. Разница между ценой покупки и ценой продажи – это те самые наши 2%, на которые мы живем. Ну, и как показывает статистика, как часто к вам обращаются за помощью? Как часто? Мы в год смотрим где-то 6 тысяч проектов, из них инвестируем 10-15. А, то есть вы сами смотрите? Да, мы сами смотрим, сами отсеиваем, проводим первичную экспертизу, потом договоримся, потом глубоко осмотрим, мы потом уже делаем сделку. А в чем заключается первичная экспертиза? Какие критерии? Есть программа, да, какая-то у вас, там две части, сначала подготовка, потом отбор. Да, то есть мы, на самом деле, самый главный отбор – это посмотреть на адекватность людей, на то, как они, в общем, на жизнь смотрят, насколько они готовы бороться за свою идею, за свою мечту. И мы, собственно, встречаемся с людьми, общаемся, если их идея кажется нам разумной. Задаем вопросы каверзные, например, зачем тебе это нужно? И что, как долго ты готов трудиться? Да, 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 то есть звоним в выходные, спрашиваем, как дела, где сейчас находишься, что делаешь. То есть если человек действительно за свою идею болеет, то он впахивает круглосуточно. Вот мне интересно, как отвечает человек, которому действительно это нужно, как он себя ведет и что он говорит? Горят глаза? Горят, горят. Какие аргументы он приводит? Ну, он просто рассказывает о том, чем он занимается, как он это делает, чем он, собственно, каждый день занимается. И мы просто как-то внутренне пытаемся понять, ведет ли с нашей точки зрения это к успеху или нет. То есть правильно ли он реагирует на те вещи, которые ему жизнь как-то преподносит. Работает ли он, сосредоточен ли он, сконцентрирован. То есть это такое, очень-очень много параметров, каждый из них как-то влияет на общий результат, но это очень сложно формализовать. Тут, видимо, играет в большей степени ваш профессионализм, как бизнесмен. Естественно, это некий опыт, потому что когда ты постоянно смотришь проект их тысячами, да, то... Интуиция профессиональная, наверное. Да, есть формальные признаки, конечно, там, то есть довольно сложно будет убедить нас, если там человек у кого-то деньги украл, да, то есть... Это был не я, да, это была случайность, меня подставили. Но вообще, да, это какая-то некая интуиция, потому что если ты сомневаешься, значит, есть там что-то. В общем, интуиция обычно не врет. Скажите, Александр, а вот вы выступали для бизнес-аудитории, да, я смотрела ваше выступление. Вы говорили, что бывает, что у человека такая идея, которая очень узкоспециальная, и кроме него, и того, кто с ним работает, вряд ли кто-то идею поймет. Вот, эту, тогда как вы помогаете таким проектам? Ведь сложно же объяснить инвестору, что берите обязательно, вкладывайте, это вот принесет прибыль обязательно. Ну, действительно, есть там большое количество проектов, особенно в сфере науки, которая имеет какую-то технологическую основу, когда реально там эту тему понимает там пять человек во всем мире, да, там двое русских, один китаец, индус и американец, который... Да, да, да. Но мы-то все-таки смотрим на проекты с точки зрения бизнеса, то есть наша задача – это построить успешный, быстрорастущий бизнес. А во всех бизнесах, в общем-то, все одинаковое. То есть у тебя есть клиенты, у тебя есть потребность, которую ты удовлетворяешь, у тебя есть продукт, у тебя есть продажи, у тебя есть реклама, и люди должны вот это понимать. Мы, собственно, в этом помогаем. То есть практически с нуля бизнес может вырасти многомиллиардный... Да, да, ну все бизнесы когда-то вырастали из маленьких, всегда когда-то у них было там два основателя и больше ничего, они там в гараже что-то делали, вот мы с такой стадией в том числе работаем. Ну, у вас примеры уже есть конкретно. Да, конечно, у нас мы в прошлом году проинвестировали семь компаний на очень ранней стадии, это буквально были инвестиции там 25-30 тысяч долларов, ну вот пять из семи компаний уже успешно растут, вышли в прибыль, и у них все хорошо. Но это наша компания здесь, в России, в Москве? Да, российские. Российские? Там... Это в какой области? Там был биотех, там был новые строительные материалы, один интернет-проект, проект в сфере безопасности, из разных сфер. Там разные команды, разные, скажем так, предыстории этих проектов, где-то есть наука, где-то это чистый интернет-проект. Ну, то есть научные деятели, да, будущие, они у вас какую-то надежду черпают, да? Потому что сейчас с наукой-то проблемно, инвестиции в науку. Вы знаете, с одной стороны да, с другой стороны нет, потому что те люди, которые, в общем, хотят наукой заниматься, да, которые к этому подходят правильно, они, в общем, везде находят способы, и там... И как-то с этим работают. Допустим, у нас в одном проекте там команда уговорила одного из академиков стать научным руководителем своим и как-то это все помочь им. Ну, нашли способ. Просто пришли, познакомились, зажгли его своей идеей, и в этом нет никаких проблем. Ну, вот вы сказали, интернет-проект у вас тоже был, то есть область IT развивается. В том числе, в том числе. А вот получается так, что, ну, если у вас уже состоялись такие проекты в области IT, вот эти компании, какой у них средний уровень, средний, скажем так, чек, да, на их услуги? Ну, скажем так, компания на самой ранней стадии, она, в общем, может расти на деньги основателей, то есть когда он там вкладывает какие-то свои там десятки, сотни тысяч рублей. Потом, когда они уже понимают, кто их клиент, какую проблему они решают, они сделали прототип, они протестировали какие-то цифры, они приходят к нам, ну, и там получают там 200-300 тысяч долларов для того, чтобы быть на окупаемость. То есть это вот такая, ну, как среднестатистическая модель того, как это работает. Я имею в виду из тех компаний, у которых уже все состоялось в области IT. Вот они взяли у вас инвестиции, у них сейчас развивается хорошо компания в сфере IT, и какой у них средний чек на их услуги? А, на их услуги, ну, смотрите, у них зависит от размера, потому что эти компании очень быстро растут, и они могут в год расти там в несколько десятков раз. Поэтому сегодня у них там прибыль одна, и инвестиции требуют одних. Через полгода они уже абсолютно другая компания, уже на новом этапе развития. Все очень-очень-очень зависит от каждой конкретной компании. Ну что ж, в чем конкретно заключается такая закономерность, зависимость, я думаю, знаем второй части программы. Сейчас рекламная пауза. Друзья, наша программа продолжается. С вами Юлия Марио, Ирина Фаер. А в студии у нас Александр Журба, директор и партнер компании «Генезис Капитал». Что ж, продолжаем. Да, Александр. Ну, в первой части нашей программы мы узнали о том, чем занимается ваш фонд, инвестиционной деятельностью, и остановились на конкретике. То есть, хотелось бы услышать, какие конкретные есть примеры в области ваших заказчиков, заказчиков, клиентов, которые к вам обращаются непосредственно за инвестициями, чтобы развить свой бизнес, и какой у них теперь средний чек на их услуги. Ну, давайте для примера рассмотрим компанию «Мартмания». Это новосибирская компания, мы проинвестировали ее два года назад. Компания занимается тем, что предоставляет крупным интернет-магазинам трафик, который у них покупает. То есть, их задача — это привести на сайты крупных магазинов клиентов. Клиентами компании являются там «Озон» и ряд других крупных интернет-магазинов. Средний чек — это миллион рублей, то есть 3, 5, 10 миллионов в месяц. То есть, вот такой бизнес. Как мы с этой компанией работали? Мы познакомились с основателем, когда у нее была чистая идея. Мы дали компании первые 25 тысяч долларов. Компания выросла за полтора года. Было там несколько поворотов, то есть не все сразу было прекрасно. Компания росла, тестировала бизнес-модели, поменяла один раз концепцию. Но в результате пришла к тому, что основатель и команда научились очень хорошо искать в интернете клиентов, которым интересны покупки каких-то товаров. И начали продавать вот этих вот горячих, жаждущих покупок людей крупным интернет-магазинам. Наша задача, наш клад заключался в том, что мы с основателем очень много работали, очень много беседовали. И благодаря нам или не благодаря нам он нашел вот эту свою нишу, в которой сейчас очень успешно развивается. Ну вот, кстати, Юля, я читала, что Александр утверждает, что гораздо больше у компании возможности выжить на рынке, если она пользуется как раз поддержкой вот такой, да, как ваша организация, ваш фонд. Потому что обычно на рынке одна из десяти, по-моему, выживает, да, у вас девять из десяти. В чем же секрет? В чем секрет? Но смотрите, это как, когда смотрят на ведущего университета мира, да, всегда возникает вопрос, они так хорошо учат, что у них там выходят оттуда политики, или они просто хорошо отбирают. Вот, наверное, где-то посередине ответ, то есть мы и хорошо отсеиваем, то есть мы там из тысяч проектов выбираем один. И все-таки мы надеемся, что мы еще и помогаем проектам экспертизой, связями, ну и денег даем. То есть вы вначале даете денег, да, и поддерживаете как-то там морально, да, а потом, когда уже на этапе после инвестиций, вы отпускаете человека в плавание, или все равно какая-то поддержка, потому что вы рассказывали вот на одном из ваших выступлений, что сначала мотивация, да, и у нас все получится, потом так надо работать, и потом уже у человека начинается там не получилось, неудача еще. То есть должно пройти огромное количество лет, не то, чтобы проснулся, да, там 10 лет прошло, проснулся, и ой, я миллионер. Да, все действительно жизнь гораздо прозаичнее. Мы как бы делим работу с нашими проектами на два этапа. Первый – это непосредственно после инвестиций, когда мы активно погружаемся в работу, помогаем там выработать стратегию, вернее, мы даже вырабатываем ее до того, как даем денег, потому что это является, собственно, одним из критериев инвестирования в компанию. Помогаем бюджет, помогаем найти партнеров каких-то. Когда мы понимаем, что работа выходит в некое там стабильное стационарное русло, когда, в общем, все понятно, когда просто нужно масштабировать бизнес, мы можем остаться в совете директоров, то есть регулярно там раз в месяц, раз в квартал спрашивать, как идут дела, помогать советами, помогать связями. Мы помогаем компаниям, когда ей это нужно, найти каких-то интересных людей, например, сотрудников в компанию найти, партнеров, клиентов в том числе. И, собственно, в этом и есть наша работа. То есть мы такой стратегический партнер, который смотрит на бизнес с вертолета. И все видит. Да, мы помогаем основателям, помогаем директорам увидеть то, что они не видят просто в силу того, что они погружены вот в этот процесс операционный. Ну да, взгляд со стороны такой, в общем-то. Да, да. То есть вы как HR работаете, да, заодно? Вы знаете, по-разному. Учитывая, что мы, в общем, наша работа, условно, дружить с людьми, да, то мы можем и людей помочь найти, и клиентов привезти, и вообще огромное количество связей, которые в разных направлениях могут помочь. То есть, допустим, компании нужна, не знаю, консультация по какому-то специфическому вопросу, налогообложение хотя бы, да. У нас есть там 20 знакомых аудиторов, каждый с 10-летним опытом, которые что-то могут подсказать, да. Причем там даже речь не идет о том, что компания будет платить, просто там расскажет про свой случай, они что-то подскажут, и компания сэкономит огромное количество денег, огромное количество времени и там не совершит ряд ошибок. Людей приводим, помогаем клиентов найти, просто кого-то представляем, говорим, что вот, смотрите, там хорошие ребята, мы им денег дали, они там активные, в общем, с ними можно работать, ну, а дальше они уже сами там ищут клиентов, убеждают. У них правильно говорят, что успех определяется не тем, что ты знаешь, а тем, кого ты знаешь. Да, я согласен. Да, в некотором роде. Я бы не сказал, что связи – это некая волшебная палочка, да, то есть познакомь меня с кем-то там, с богатым дядькой, да, и все будет у меня в жизни хорошо. То есть все-таки опыт и энергии, желание работать, и каждодневный труд операционный, он очень важен, но, естественно, если ты можешь с кем-то пойти поговорить, кто тебе нужен, там, не тратя два месяца на выход, это просто быстрее, да, то есть дальше, ты все равно должен доказать этому человеку, что ты молодец, что с собой можно работать, что ты надежный там партнер, но первое знакомство, да, это, в общем, быстрее происходит. А что привлекает инвесторов в ваш фонд? Мы привлекаем, вы знаете, они… Мы сами привлекаем, мы же, как бы, с одной стороны, когда мы смотрим на компании, которые хотим проинвестировать, мы пытаемся найти в них некоторое зерно, некоторые показатели, которые нам понравятся. Мы понимаем, что наш инвестор на нас смотрит точно так же, поэтому нам в некотором случае легче, потому что мы понимаем, на что эти люди обращают внимание. И мы, в общем, просто такими людьми стараемся быть, работаем круглосуточно. Ну вот в данный момент таких фондов, как ваш, много? Ну, в России сейчас, по разным данным, там, от нескольких десятков до нескольких сотен фондов, но фондов, которые профессионально инвестируют, там, показывают хорошие результаты, ну, может быть, там, с десяток. То есть, естественно, у нас, как и у любого, там, у любой компании на рынке есть конкуренты, но в России пока еще рано говорить о какой-то жесткой конкуренции, потому что проектов больше, чем хороших денег и выгоднее, намного понятнее соинвестировать вместе, дружить, обмениваться опытом, что мы, собственно, и делаем. А какой средний возраст вообще людей обращающихся? Кто самый молодой к вам обращался и самый старенький? Самый старенький. Ну, смотрите, наверное, скажем так, от 14 лет, если самый-самый молодой, до, там, 80. Что же это за проект, интересно, 14 лет? Интересно, а мне 80, интересно, кто это обращался. На самом деле, возраст – это не показатель того, там, насколько человек может построить бизнес. Это действительно, это влияет, но это не, там, не стопроцентная, как бы, вероятность. Есть, допустим, в Казани ребята, им, там, 14, 15, 16 лет, они зарабатывают, там, миллион рублей в месяц. И, причем, прибыли, да, они не выручки, а именно прибыли. И, в общем, все у них, все у них хорошо, да. Есть, там, ребята, которые гораздо старше, но у которых ничего, ничего у них не получается. Вот интересно. От чего это зависит, да? Какой области? Ой, эти ребята из Казани, у них портал с играми для старых мобильных телефонов, насколько я помню. Не так много еще, не так мало в смысле старых мобильных телефонов. Да, 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 там, смс-ки, они отправляют смс-ки, вот эти, на смс-ках зарабатывают. А вот пожилые люди, вот сказали, там, возраст 80 лет. Ну, в основном, это ученые, там, старой советской закалки, которые из какого-то НИИ, там, приходят, показывают свои разработки. К сожалению, они, там, зачастую являются хорошими учеными, но никакими предпринимателями. То есть, они не понимают, как в современных условиях зарабатываются деньги, они не понимают, как бизнес устроен. В большинстве своем они смотрят на бизнес, как на такой заменитель государства. То есть, должен прийти какой-то богатый дядя, дать денег, и они будут продолжать заниматься, там, своими научными разработками. Просто в хорошей лаборатории, да, там, и, в общем, где не будут спрашивать, там, когда деньги вернешь, да. Ну, нам такое неинтересно. Ну, а команду собрать им нельзя, какую-нибудь из молодых, которые будут понимать. Сложно. И этот дядечка сложно, да? Сложно, сложно, в первую очередь, потому что хороших предпринимателей мало. И если предприниматель, там, построил один, ну, хотя бы один бизнес, да, или хотя бы, там, несколько у них неуспехов было, то он уже сам понимает, куда им идти, что ему интересно, какой у него опыт. Ему довольно сложно внедрить некую новую идею, которую, там, которую он будет готов развивать. Плюс вопрос с развитием вот этих вот наукоемких технологий, когда приходят ученые, то, что они, для них очень важен статус, и для них некомфортно, когда какой-то, там, юнец, которому, там, во внуки годится, да, придет, им будет там рассказывать, как жить, да, то есть, ну, они же все про жизнь знают, они непризнанные гении. А сколько проектов в год фонд может проинвестировать? Проинвестировать? Ну, смотрите, мы проинвестировали, там, 15 проектов за полтора-два года. Крупные западные фонды инвестируют, там, десятки, сотни проектов. Ну, то есть, это вопрос не количества, да, там, потому что можно нанять людей, да, там, юристов еще, которые будут клепать сделки. Это вопрос просто хорошего отбора, потому что, ну, хороших проектов их достаточно, но все-таки их очень сложно найти. И ограничивающий фактор – это не, ну, не сама процедура заключения сделки, да, именно, там, поиск, исследование, погружение. Потому что там нужны люди с очень высокой экспертизой, их в России пока мало. И максимальный размер инвестиций? Ну, у нас сейчас это где-то 20-25 миллионов долларов. То есть, мы готовы такие суммы инвестировать. Это уже, речь идет о взрослых компаниях с прибылью, которые уже вышли там на международные рынки, которым нужны деньги для того, чтобы окончательно, бесповоротно поработить эту маленькую планету. А что пожелаете тем, кто еще только думает начать большое дело? Ух, наверное, просто зарабатывать деньги, не думать про инвестиции, не думать про то, как пойти к дяде и взять у него много-много денег на свою мечту. Начать с простых вещей, с выручки, с клиентов, построить маленький бизнес, совершить много-много ошибок. А уже потом, когда человек понимает, как это вообще все работает, куда идти, как делать, тогда уже идти за инвестициями. Прислушиваться к друзьям не стоит в таком случае. Часто приходишь с идеей и говорят, ой, ты что, нет, это ерунда. Ой, ты не занимайся ерундой. Ну, знаете, зависит от того, какие друзья. Если они не предприниматели, тогда, скорее всего, у них можно спросить что-нибудь на тему, нравится ли тебе продукт, протестировать на них вот этот сам спрос. Но, естественно, там 100% верить нельзя, потому что друзьями мир не ограничивается. Можно пойти в интернет рекламу дать, посмотреть, как вообще там люди кликают, не кликают, ну и пробовать. Что ж, Александр, спасибо, что были у нас в гостях. Программу вели Юлия Марио и Ирина Твайер. А в гостях у нас был Александр Журба. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.